Ну что же, и снова здравствуйте, друзья! Мы по-прежнему с вами, Творына и Борода у микрофонов, и мы продолжаем для вас трансляцию Hearthstone Global Games. Девятая неделя, уже третий матч на сегодня, и это будет Заруба, Румынии и Таиланда. Да, ну и, друзья, напоминаем, что сейчас у нас начинается та стадия, где нужно отыгрывать, ну, вообще без поражений, не терять лишних очков, не терять поинты, ни в коем случае не допускать возможности даже поражения, потому как в рамках там от второго до пятого места еще до шестого места еще не все понятно. То есть мы видим, что все-таки именно Game Record решает, судя по всему, пересмотрели сейчас еще разок трансляцию англоязычную первой стадии, и там именно Австрия оказалась на третьем месте. Как уже будет там по факту, увидим скоро, но в общем так. Ну, это кардинально меняет вообще положение дел, поскольку нет, ну, скажем так, не решает личная встреча, решает именно Game Record, поэтому нужно максимально стараться не только побеждать, но побеждать с каким-то хорошим разрывом, дабы иметь преимущество над командами, которые близко находятся по счету и которые могут также посоперничать за право выхода во второй групповой этап. Ну, если есть Найман или Доктор Хиппи, они, я думаю, могут подсказать и уточнить, так ли это, чтобы мы уже не возвращались к этому вопросу никогда, во веки вечные. И что у нас по составам, друзья? Румыния, Эрдью, Муди, Ганнибалс и Треки Стайл, в свою очередь от Таиланда, Аназер Си, Паттайо, Вайпер Про и Мак-Джи. Румыния, команда, которая также не шибко удивляет в рамках Hearthstone Global Games, но здесь громких имен-то не так много, но тот же Эрдью является, безусловно, лидером команды, один из известнейших, в принципе, игроков в своей стране и один из сильнейших на данный момент в мире. Показывают нам профайлы стран в очередной раз, очень хочется верить, что изменятся они со следующей стадии и покажут нам еще больше красот с квадрокоптера, снятых той или иной страны, державой. Ну и что, Таиланд мы видим, уже красивые виды, замечательная природа, много воды, солнца, тепла и уюта, друзья. И еще немножечко Хардстоун. Чуть Хардстоун сейчас бахнет. Подвезутся ко всем этим прелестям и, безусловно, плюсам данной страны замечательной. Ну что, Игорь, ваши прогнозы, Таиланд или Румыния на кого? Я бы поставил. Поставил бы все-таки на Румынию, несмотря на их ужасное выступление. Таиланд, кстати, тоже здорово выступает. Для них это определенно битва за жизнь в рамках этой групповой стадии. Но румыны, я думаю, уже разошлись, несмотря на провальное выступление в начале. Сейчас они должны забирать партию, хотя бы делать такой хлопок-дверью перед носом оппонента. Хлопок-дверью. Ну, сборная Таиланда, ситуация поинтереснее. Они на данный момент на третьей строчке. И победа даст им проход в следующую групповую стадию. Это 100%, да. Потому что сейчас у них 2-2, в результате останется 3-2. И они с легкостью могут пробираться вперед. Но вот смотри, если Румыния выигрывает... Румынии нужно 3-0 выигрывать. Только 3-0 дает им, получается, равенство очков по гейм-рекорду. И тогда уже из-за того, что, ну, как дополнительный показатель будет победа в личной встрече с сборной Таиланда, тогда они занимают третью пенсию. Да, в том-то и дело. То есть у Таиланда сейчас 9-9 мы видим, у Румынии 6-9. То есть, получается, на этот Киндом 4-10, там вообще без вариантов, да, они уже не претендуют. Получается, что Таиланду нужно взять всего лишь одну партию в этой серии, и они уже на третьей позиции железные. А что ценится больше, победа или поражение? Новый вопрос. Что-то мозг сломал игр немножко этим вопросом. Поражение? Ну, раунды проиграны, и что ценится больше? Поражение? А, проиграны и поражение, обычно победа. Ну, обычно, да, но... Но не тут-то было, не факт. Не факт. Вот, например, в рамках противостояния, в рамках личных встреч намного бы ценнее смотрелось, да, и правильнее. На мой взгляд, что не гейм-рекорд мы посмотрели, а личные встречи, эти выиграли, все. Но это может породить ряд переигровок, как мы уже с тобой отмечали, где мы будем смотреть на гейм-рекорд, то есть ситуация, где мы будем доигрывать. А так, ты смотришь гейм-рекорд, вот смотрите, тут все понятно, эти ребята выиграли больше, проиграли меньше, они проходят дальше. Вопросы? Вопросов нет, все. Ну, посмотрим. Сборная Румынии традиционно уже собирается вместе, видимо, на фоне Эрдию, Генни Балзе, но за рулем сейчас треки-стайл. И Ана Терси представляется сборную Таиланда. Ну что, веришь в 3-0, Игорь? Вот ты поставил на Румынию, а вот в 3-0 веришь? Вот прям камбэк из Израиля просто. Так, давай посмотрим, что там по колодкам интересного. Так, ну тут квест-трон, агро-друид. Я думаю, даже будет пират-воин, если честно. Вара, да, уже забрали. Окей, пират-вар против мага. Ну, слушай, вполне. Да? Вполне. Я скажу, что поверю. Мне кажется, что все-таки хотя бы одну партию сборная Таиланда должна забирать. Вера — это наше все, друзья, поэтому я верю. Верите ли вы? Давай, давай, голосование в чатике, голосование в чатике. Ставь. Ставь сморг, если 3-0. Давай какие-нибудь другие смайлы, которые надо копать. Какие другие смайлы? Какие смайлы? Ватфейс, например, и... Ватфейс — это во время перерыва самый популярный смайл. Врубай страшно, а нет, тут же ролик большого турнира, например. Ну ладно, ладно. Какая была реакция? Сморг, если 3-0. Опа! Пират-вар, говоришь? Смотри-ка. Ватфейс, если не 3-0. Ватфейс, потому что страшно, что румыны не забрали пиратвою. Ну а здесь... Ну, кстати... Контроль-баг. Знаешь, это резонно забрать более надежную колоду. Хотя... Сморг намного надежней. Вот. Кстати, вот я думаю, что после всего того, что мы с тобой говорили ранее по поводу аутпиков, я думаю, что это логично вполне. Брать именно... Ну, пытаются сами себя как бы контрить и брать именно контроль дайна. Ну, то есть до этого все-таки более агрессивные колоды показывали на румыны. Сейчас как-то меняют. Но мне нравится все-таки, знаешь, гибкость участников, когда оппонент не может тебя на 100% прочитать. Потому что чем дальше, ну, как бы уже последние игры, уже можно составить впечатление у каждой из команд более чем. И приятно, что ребята могут подстраиваться под ситуацию. Итак, сыгран квест. Чем будут отвечать представители сборной Таиланда? Ну, монета Арканолог, есть ли в этом смысл? Нет, я тоже не вижу смысла никакого. Ну, с другой по темпу ты не проседаешь. Монета Арканолог, далее играешь Петроглиф, далее Секрет. Ну, то есть по ману Кривой все хорошо. О, как начинается это все. Кривой можно дальше подумать. Нет, нет, так там был типа хех гритинс. И в ответ сборной Таиланда, я думаю, обсуждали, стоит ли в ответ здороваться. Ага. Вот, и приняли решение все-таки поздороваться. Какой из шести эмоций, да, голосуем. Ну, что ж, друзья. Armor Up. Ох, поехали как. Ну, это интеллект. Арканолог. Арканолог, затем интеллект. Еще Родея. Да посмотрим, может быть, зайдет Аллаким и Дива. Это можно будет скомбить вместе с Секретом. Секрет, к слову, это ледяная преграда. Огненная Секира, которая разбирается с Арканологом. По старту все неплохо для Воина. Уэс сыграли, Секиру нашли, а что еще нужно? И даже Харрисон Джонс есть под Атиеш. Выбираем еще картишек, что приходит Петроглиф и еще не Найсблок. Смотри, какая красивая крыса сейчас полетит. Какая красивая крыса. Веришь в крысу? Конечно. О, еще одну, смотри. Там же, ну, это болс или не болс, вот в чем вопрос. Нужно играть, потому что будет более нечего. Давай, минус Медив. Я думаю, даже две крысы мы будем бахать. Ну, с другой стороны, с другой стороны. Медив это не то, что хотелось бы видеть, потому что у тебя Харрисон есть. Ну, не играет совсем крысу. Сильное существо. Медленно, надежно, уверенно. Жмем. Жмем. Армарап каждый ход. Радуемся жизни. Ну, по сути, тогда мы не будем играть крыс вообще до... Вплоть до седьмого хода. Потому как с седьмым ходом Таиланд должен поставить Медива с монетой. Да, ребят, Resident Slipper. Например, достаем все эти смайлы из широких штанин и ждем. Может, не надо. Может, пусть в штанинах остаются. Не-не-не. Вот пойдут там фейс-колодки, тогда можно и оставить, а так не. Ну, что, на змее можно даже лицо приморозить. Ну, а что стесняться? Да, смысл. Я думаю, что пойдет какой-нибудь барьер. Ну, как-то... Стол выходить, что ли, потихоньку? Что за ерунда, да? Я думаю, что будем играть мы сначала в Медива, а потом уже все остальное. Начали доставать уже. Почему у тайвандца так трясется стол? Друзья, не знаем, но можете найти. Вибрации. Его твиттер, может, да. Еще какие-нибудь обстоятельства дополнительной силы. Ну, и уличная бронница. Мы еще не знаем, правда, что это вообще за чудище такое, этот Маг. Ну, контроль Маг обычный. А вдруг нет? Ну, а что, хорошо, что может нас удивить? Секрет Маг с низоходом, например. Поэтому уличная бронница мы все равно ставим. Понял. То есть, из секретов мы видели ледяную глыбу, барьер, вот еще вулканическое зелье и... Секрет Маг с низоходом. Ну, я имею в виду, что они-то не знают, что это... Не, румыны могут. Ну, как бы все равно, секрет Маг с низоходом, который ничего не выставляет, это очень подозрительно. Чуть-чуть. Очень. Задумалась сборная Таиланда, что же им ответить. Надо же картишки-то разыгрывать уже 10. Время пришло. Могут, я думаю, румыны все-таки думать, что это контроль Маг или, возможно, фриз. Но когда увидят Монозмея, фризу можно будет исключить из этого списка. Итак, Монозмеи сыграл, Петроглиф, раскопка заклинания. Нужно забирать портал. Порталити, да, хорош. Фростболт. Фростболт. А на следующий уже портал играет. Шестой ход для сборной Румынии. Еще одна уличная бронница. Ну, бронницу почему бы и нет. Шикарно, размениваем Монозмею. Все у нас здорово. Существ нет у Таиланда. Это на руку Таунт Войну. К тому, как именно с существами Мак этот выигрывает. Если существами приходят, то ГГВП урона не хватит. Крыса, поскольку нашелся ответ в виде казни. И Медив выпадает на стол. Единственное существо, которое было в руке у представителя Таиланда. Это плохо, на самом деле. И казнь. Это очень плохо для Таунт Война. Да, минус Харрисон, по сути, минус Добор. Ты не реализуешь уже никак своего Харрисона. Это печально. Потому как без карт Таунт Войн тоже не очень-то выигрывает. Так, а по выполнению задач у нас две провокации только были сыграны. Вот серьезно, почему не... Потому что еще один целый ход до Медива, да, и вроде как выставлять. Потому что надеялись на Аликс сразу там получить. Ну идеально как раз Аликс вытащить. Не знаю, сборки с Антониносом. Ну это жадные. Ну есть-то, есть такие, ну жадные, но есть такие. Ну есть, да. Аликс, Антонинос, Медив нет, поскольку есть Харрисон. Не будь Харрисона, то Медив тоже был бы нормальной целью. Портал. Улетает в Грониксу. Шикарный дроп. Алчный наем. С учетом того, что с существенным нет вообще, это просто топовый дроп. Что, вестник за пять? Неплохо. Куратор. Нет добора, а получите, распишитесь. Великолепная карта для Трики Стайл. Плюс детеныш. Плюс доисторический. Да, но вот Алчный-то будет бить. Больно причем. На семерку. Как будем отвечать на все это безумие? Еще одним порталом. Портал просто не забирает существо. Не дает ничего портал. Только если лицо метать. Но он дает существо на стол. Я думаю, что будет портал играть на следующую. Ну окей. Петроглиф. Опа. Пиробласт подъехал. Я думаю, Пиробласт. Веркальный копий. Хороший выбор. Чтобы защитить своего Алчного наемника. Да, Пиробласт, друзья, лучший, конечно же. Еще урон. И вот сейчас уже дело принимает. Жесткий оборот. Размениваем именно крысу. А нет. Ставим мы Вестника за пять всталов. Ну и далее начнется у нас закидывание порталов в лицо. И далее попытаемся мы закончить это все Пиробластом. Будет ли второй крысу играть? Упс. Нет. Что-то не получилось. Что, вытащить? Ну это было наивно, откровенно говоря. Прожорливая слизь. Ну давай портал даже не будем монет отдавать. Портал вопрос в том, какой левый и правый. Я думаю левый. А я думаю правый. А почему? А на Терсе. Ну потому что типа у тебя остается больше карт, которые лежат в руке очень давно. Ну типа ты говоришь, смотри, это ситуативные карты. Смотри, это Аликстраз. Нет, Аликстраз была бы сыграна сейчас. Да, Аликстраз бы ушла. А ты больше кроме Аликстраз ничего не боишься. Да что угодно, там может лежать, но типа не знаю. Второй из блок какой-нибудь. Тоже вулканическое зелье, которое не было возможности сыграть. Что ж, шикарный дроп получает в результате сборной Таиланда статы 4-6. Все балансно для них. Это не 2-2, не подрывница, не дупльганстер, не конюк. Непонятно чем отвечать вообще на эти существа. Кузнец неплох. Мы уже боимся выхватывать по лицу лишний раз, поэтому станет существо, которое вроде как и поборется. Так, тем временем это уже четвертая провокация сыгранная. Ну пока маловато. Даунт воинам. Но тем не менее потихоньку приближается Трекистайл к выполнению задачи. Что, метаем портал в дракона, добиваем фрост болтом. Идем в лицо на 4. Есть ли смысл сейвить вообще нам фрост болт для того, чтобы заморозить лицо? Да, мне кажется, не особо. Портал плюс ледяная стрела вполне неплохо. А если как-то все подумать над забрасыванием дэмэджа фейс? Ну, существа, существа очень важны. Неплохих существ получает. Да. Таиланд. Да, хороший дроп. Ну, служитель боли определенно, да, появится? Появится и... Что мы к этому будем добавлять? Вордалаг. Служитель боли. Но мы не играем уличную бронницу, да. Можно через 2 провокации сыграть просто нагло. И следующим ходом уже искать, как раскачать... Это будет 6 из 7 служителей. Ну, там миллиард порталов. Ну, а почему нет? Сколько? 3 портала уже вышло. 2 родных, 1 из Петроглиф, правильно? И 1 Петроглиф нам оппонент тоже еще не показывал. То есть, ну, я имею в виду, что пришло в Петроглиф. Да, да, именно так. Можно играть действительно уличную бронницу, плюс детеныша Дикарога. Пусть сам развлекается. А, это уже седьмая, кстати. Ничего себе. Когда успел, просмотрели одну провокацию. 2 крысы, 2 пятерки. 6, 7. Да, крысы, 2 пятерки. Дракон. Защитник холмов еще один был. 2 крысы, 2 пятерки и еще один защитник холмов, который принес еще одну пятерку. Написи устава на свои места. И Сульфурос уже в руках у сборной Румынии. Ну, и вот тут уже проблемки. Кольцо холода, кстати. То есть, используют в этом Медив Маги комбинацию кольцо холода плюс Вестник Рог. А чего тут тогда, от чего мы отказались в результате? Возможно, от Манозмеев. Не, Манозмеев был. Там Манозмеев был один. Не, вот Манозмеев помещается. Это в болтливой книге можно не играть. У Веры Кабала тоже как-то уже не особо пользуются популярностью. Фэйрбол АКМ. Одна копия новой вполне себе помещается. Ну что, 17 единиц здоровья, это более чем достаточно. Нельзя тут такую также. Еще один защитник. Вопрос, почему они там совещаются, сидят. Друзья, это командное состязание. Потому что они команда АЛЛО. Вот этот верный комментарий могут посовещаться. А на ТРС также совещаются, только посредством связи. По скайпу или какой-то другой программе, аналогу. Ну, а сборная Румынии находится дома у RDU. В этом, собственно, и смысл, и вся прелесть турнира Хардстоун Глобал Геймс. Что есть, то есть. Ну и что, отдаем мы прямо сейчас на корм рыбам. Берем сульфурус. Австрия сыграла хорошо. Она обыграла Австралию 3-0. Также второй матч, который мы смотрели сегодня, завершился со счетом 3-1. Сборная Финляндии обыграла Японию. Ну и третья игра в разгаре. Пока счет равный 0-0. Это первая партия. Далее у нас еще встреча Греции и Гонконга. И на закуску Украина-Беларусь. Что же делать? Что же делать? Ну и отдавая сейчас... Ага. Мы надеемся топдекнуть второй пиробласт. Еще у меня нет. Но это Вин Кондишн. Обредили Йонно. Что нам еще помогает? Фаербол нам помогает. Ага. У нас есть вот такая вот замечательная карта. Упс. Четырешка броней. Шармору сверху. И еще и прожимаем способность героя. У-у-у-у. Вторая. Уличная бронница появляется на столе. Если будет сыгран Холмстрайк, то это плюс 12 армора. Но выставлять мы ее не будем. Поэтому лишь... Пятерка остается. Ну и все. Я думаю, приплыл тут Таиланд. Подъехали инсайдики от доктора Хиппи. Говорит, что на квест-паладине будет сегодня выступать. Квест-паладин. Сильная колода. Наконец-то. Заиграл. Наконец-то, да. Увидим мы в действии легендарное существо. Которое будет пять раз адаптироваться. Можете вы, друзья, придумать, как это происходит? Птенца ты имеешь в виду? Птенец-адаптатор. Ну а что по игре, друзья? Вынужден тут забирать... Ну однозначно, мастерицу броней нужно убивать. Иначе совсем будет все печально для Таиланда. И здесь, несмотря на большое количество урона, уже как-то завяз немножко на Терсе. Непонятно, как добивать. Трики-стайл. Даже в темп выходит слизень прыгающий. И пингом мы закидываем все в лицо. Ну то есть в Олден уходит сборная Таиланда. Защитник холмов в ответ подъезжает. Когда играет Латвия, спрашиваю один из наших зрителей. А Латвия вместе со сборной Грузии играет в финале уже. В финале отборов на Хростон Голлоге. Шпроты и вино. Сильно. Звучит как девиз. Ну я думаю, что дракона мы будем забирать. Потому как на следующий ход с комбинем мы дракона плюс мастерицу брони. Но вопрос, как разбираться с этим столом, не совсем понятен. Прямо сейчас можно поставить и... Да, все-таки дракон оставляем и... Оставим вторую мастерицу. Ну две провокации придется проходить. Соответственно дополнительный армор. Или как-то отдавать урон тоже в мастерицу брони. При этом... А как ты ее убьешь? Единый шар отдавать? Ну окей. Кажется, уже ничего не придумают. Да, огненный шар в мастерицу брони. Классный ход. Не отдашь, просто больше брони получишь потом. Еще три провокации тебе надо пройти каким-то образом. То есть если бы даже был флеймстрайк, это плюс семерка армора. Да, это вот самый худший исход для сборной Румынии. Ну и что, Таиланд? Что делаем-то? Что предпринимаем? Анатерсий выкачает головой. Говорит, я не знаю. Я в домике, говорит. Сложно. Вырубай. Страшно. Go next. Будем биться прямо сейчас по этому столдам. Файрболс откидает. Нужно давать огненный шар, поскольку если ты оставишь мастерицу, то в итоге броня, которая будет получше, она перекроет эти 6 единиц урона с головой. Ну и бьемся во все три стенки. Размениваем. Ну, с одна, минус вторая, ну и третью. Нет смысла убить страшно. Там, мне кажется, а почему нет? Под пинг, подставляешь. Добираем еще одну карту. У храбреца получаем игрового копыта стоп-дека. И это вурдалак в аккурат. Размениваем этот столд, бьем лицо. И у нас 16 хп. Теперь уже 18. Хороший топ-дек. Интеллект позволит поискать какие-то еще варианты. Алекс слишком поздно. Пиробласт тоже уже не туда. Да и даже если бы успел, по факту это не помогло бы никак. Нужно было, чтобы был идеальный заход сначала Пиробласт, а потом Файрболл. Тогда бы еще были шансы атак. Нет шансов никаких. Будем ли мы играть Барьер? А почему нет? Видите ли вы причину не играть Барьер? Опасаться, не знаю, Пожирателя Секретов. На самом деле, какая разница, ну играть или не играть. Я не вижу вин кондишена для Анатерси Таиланда. Два портала вышло, два Файрбола вышло. Ну по сути, вот у тебя Пиробласт, это последний урон. Ну хотя вот удовольствие вспоминать, когда выходил первый Файрболл? По-моему, один Файрболл еще остался. Ну даже окей, Файрболл плюс Пиробласт. 16. Этого недостаточно. Ну возможно, там есть еще болтливые книги какие-нибудь. Ну а что они дадут? Еще какие-то дэмэджи. Хотя тут несколько ходов уже будет сорвано из блок. На следующем ходу очень вероятно. Но ледяная преграда, возможно, позволит еще пожить немножко. Ну, Файрболл страйк позвал. Файрболл страйк, ну как минимум он убирает Харрисона и Защитника Холмов. И по мане можно уместить также преграду. Ну нужно, нужно играть в леймстрайк сейчас. Гавать, наверное, все-таки в лицо мы будем. Или, я знаю, ну Алекс играть. 6, 10, 13 урона, да? Если мы играем Алекс сразу, то чисто гипотетически с блок нам не сбивают. Себе в лицо. Ну, однако, я не только выходила. Вторую сборная Таланда не видела. Такие варианты. Петроглифы вышли, порталы вышли. Полтивый фолиант, может быть. Ну, фолиант я не верю, честно говоря, в этой колоде. Но все равно это все время. Нужно играть в волну огня и преграду. Ну и дальше смотреть уж там, что придет. В любом случае сражаются до конца. Ребята из Таиланда. Напомним, что сборной Румынии для того, чтобы ворваться в троицу лучших команд в своей группе, нужно обыгрывать не просто сейчас Таиланда, а обыгрывать их со счетом 3-0. Что будет сделать очень тяжело. Но нет ничего невозможного. Чтобы идти в следующий круг, это очень важно для них. Ну и фактически игра за выживание. Ну, Рик сразу себе в лицо. Окей. Шнадз КП. Получаем вурдалака и казнь. Не будет играть тут Сульфурос. В треке става сборная Румынии. Нет, только Космос. Ардюй написал, что 3-1 тоже достаточно. А, да, да, да. Оно откроет счет. Дождь, но у них 9-9 Таиланда. Если мы берем 3 партии. Нет, это будет... Получается 9-10, а у Таиланда будет 10. И поражение, да. 10-12, да. Ну, посмотрим. Если 3-1 достаточно, то это намного как-то увеличивает шансы Румынии, потому что 3-0 это совсем жестко. Ну, не знаю, не верю я. То есть, если вот по той информации, которая у нас есть, действительно, гейм-рекорд является основным показателем, насколько мы поняли, да, исправил. И сейчас 6-9 у Румынии. Если они выигрывают 3-1. Это, получается, будет 9-10 стата у Румынии. А если 1-1? В свою очередь у Таиланда будет 10-12. Ну да, получается, что... Ну, как все равно побед-то больше? То есть, если мы смотрим... Ну, там разница 10-12, а тут будет 9-10. Ну, разрыв в одну победу. Впереди Румыния будет. 3-1 достаточно. Я не понимаю, я что-то... Ну, смотри, разница не только количество побед. У тебя разрыв должен быть, побед-поражение меньше. У Румынии будет разрыв побед-поражение одна партия, а у Таиланда 2. Хорошо. Я согласен. Где подписать? Ну, не знаю, сложно. Сложно вырубай. Вроде-вроде сложно, но... Не знаю. Друзья, давайте наслаждаться партиями. Посмотрим, почему это все приведет. В идеале, окей, возможно, то есть, таким образом все строится, да, но даже одно поражение будет достаточно. Ну, в такой исход я, честно говоря, уже могу поверить. Тут более вероятен он точно. Потому что 3-0, ну, как-то совсем это... Совсем маловероятно верится в это. Не очень. А вот в 3-1 вполне себе. Тем более, что первая победа уже для сборной Румынии получена. И далее в дело вступит Ганнибалс. Ганнибалс, друзья, тоже весьма... Ну, солидный игрок, который давненько в деле. Еще с 14-го года. Помним мы его как победителя PGL Tower Tales. По-моему, зимнего. Или весенний Spring Tower Tales, по-моему, так. От 2015-го года. Ну, это было очень давно. И с тех пор он, собственно, нигде и не примелькался. Играл по-прежнему. Играл постоянно на Гримха, как мы его видели. Но вот сейчас возвращается. Возвращается этот парень. Сборная Hearthstone Global Games. И постригся он тоже неплохо. Помним мы его как... Да, шикарная шевелюра была. Абрили. Ну, чтобы похожи были, судя по всему. Национальная сборная. Лучше бы RDU и остальные тиммейты отрастили бы. Отрастили бы. По шевелюре каждый. Я думаю, это было бы поинтереснее. Так-так, что тут у нас? Да это же Мирор Агродруидов. Ну, наконец-то. Ведущие не могут в математику. Все верно. Что там в математику? В арифметику? Нас именно по этому параметру и подбирали. Что поехали? Чтобы чатик был умнее ведущих. И тем самым чувствовал свое превосходство. А мне не сказали. Ну, ладно, ребята. Ничего страшного. Ну, что, Таиланд. С чего будем открываться? Ставим огневичка. Или с монетой. Ставим вторым. Либо прибережем монету для возможного топ-дека. С моляного стража. Или птенца. С моляной, да. В любом случае, здесь колдовской ворон выглядит посильнее. Ну, плюс ко всему, если придет озарение, можно разыграть кидр в следующем ходу. Ну, в общем, вариантов хватает. Идет огневичок. Последуют и дальнейшие размены. Тут у сборной Румынии все хорошо. Вот озарение. И мы выставляем гидру. Или все-таки будем играть через моляного стража. Как и задумывали, чтобы этот моляной страж съел урон. Я думаю, что оппонент тоже все понимает и лишний раз просто не будет биться в моляного. с кем приходится работать. Да, Михаил, да. Так и живем. Ну, старт остается за Ганнибалс. У Вайпера Про нужно что-то думать, придумывать. Я думаю, что придумает он в итоге смотря на моляного стража. Или прям пахнет гидру сейчас. Ну, непонятно, когда что? Просто гидру ставить от смоляной и хотя бы тебя будет защищать. Серьезно, гидру? Я вообще пошутил. Я бы смоляного сыграл. Но смоляной совсем пойдет далее. Ну, тоже я не вижу глобальной логики. Логика в том, чтобы выставлять побыстрее, типа, более мощный юнит, а, по-моему, она кривой, потом мы сможем закрыть унисти. Ну, примерно такая была идея. Так, Viper Pro. Токи 7 юнитов и, окей, у тебя гидра, это классно. Ну, и получить тут 7 демеджа и есть в руках дикеров. Монета ты потратил, размах не сыграешь, хотя вот поддержает озарение. Ну, размах помогает, но не особо. Но остается 4 юнита. Не, ну, вообще опасно такой стол оставлять. Я думаю, будет озарение играть размах и доставлять пламенного лема. Какие есть еще варианты. Ну, хотя других вариантов я тоже не вижу в большом счете. Ну, а представь, озарение не заходит. Вот это веселье было бы. Зарение надо использовать, пока такая возможность есть. 4 юнита остается на столе. Идем мы в лицо. Что, гидрой в единичку не трейдимся? Так, так, так. А здесь прозлакового тасса. И можем с помощью... Ну, и ров. Ну, вообще можно бахнуть. Ну, надо забирать гидру. Тем более это 6 урона в лицо. Нам определенно есть смысл. и лицом разменяем пламяное. Да, и лема. Будет полная зачистка. Не будет. Окей. Ну, он говорит, ладно, твоя взяла, играем так. Сыктава летала, ну, а стенки не существуют. Ну, а какой смысл не меняться? Расскажи мне, Игорь, пожалуйста. Ты, короче, вместо... Под второй рев. Бам. Бам. Хорош, хорош. Типа, под то, что ты гидру все равно сможешь бить и вносить больше демеджа в итоге. Находить летал таким образом. Ну, этот летал с другой стороны. Что ж, победа от Румынии. Ну, а, слушай, круто просчитали, то есть за счет того, что в руках были когтя, даже в такой ситуации они проходят стенку, и это гарантированно. Красивый финал в итоге. И пока это 2-0, друзья. Румыния близка к тому, чтобы все-таки заехать на третью позицию и тем самым застолбить себе местечко во втором групповом этапе глобальных игр. Какой-то у нас сегодня день последней надежды просто. Самое интересное, 9-10 тур это будут 9-10 неделя как раз матчи, которые расставят все точки на 2. Те команды, которые показывали себя не наилучшим образом, как и Румыния, например, не клеилась особая игра у ребят, но шансы не очень большие, но они сохранялись, и вот ребята борются до конца. Получилось так, что Австрия сегодня перевернула и сбросила Аргентину с третьей позиции, хотя очень жаль Пенси. И так может сложиться, что и Румыния переворачивает и может уже ворваться на третью позицию, хотя мы помним, друзья, как они все вместе радостно заливали партию за партией. Туши! В конце-то собрались. Это тоже была возможно тактика запутать своих оппонентов, чтобы те расслабились. Тактика заливайла, друзья. Заливайла, да, знаменитая. Ну а здесь уже приходится, когда уже нет возможности отступать назад, уже игра не простит ошибок, только тогда ребята из сборной Румынии собираются и дают бой. Приходят они, румыны, и просто выносят все живое. Живое выносят. Можно по-разному это понять. Все выносят. Приходят румыны, ты глаза открываешь и все уже вынесено. Просыпаешься в деревне и все, заходишь, начинаешь бродить по владениям, а там ничего. Тут были они. И они все живое вынесли. Ладно, друзья, посмотрим, получится, вынестили сегодня сборную Таиланда. Пока что задел очень хороший. Счет уже 2-0 и буквально одна победа отделяется Эрдию и команду от третьей позиции в своей группе. Вот только проиграть можно не больше одной игры. Да, ну и по пикам, друзья, видим мы там паладина и мага в пике от Эрдию, именно он будет следующим участвовать и от Таиланда это паладин и воин Вьетнама. Так, пират ворот магии. Неагрессивная редакция Мурлок паладина от Эрдию. Да, у руля как раз представитель команды Джетун. Ну что ж, Эрдию пришло время тащить. Именно у него руль и именно он может стать последней надеждой Румынии. Ну что, друзья, первый и второй ход для Румынии есть, для воина нет. Нужен первый помощник Энзота. А тут Мурлок появляется на столе. Ну и вот типичная игра на пират воине. С топ дека мы поднимаем первого помощника Энзота и жизнь сразу же налаживается. А есть еще ход через монету. Улучшение с другой стороны ты ломаешь я думаю я думаю что даже лучше отдать глазастик монету не тратить. Я думаю что вот сейчас как раз таки проиграли свою игру Румыны первую что вот этот топ дек он решил очень многое. Я бы даже сказал что все. Ну и далее нужно выставляться нужно ставить Мурлока озерного охотника который появляется на столе как существо с статами 2-3 без дальнейшего пробафа. Вот если бы не пришел первый помощник Энзота ты бафаешь своего и идем если бы до кабы да во рту росли гриппы. Я думаю что все таки улучшение будет. Улучшение монета и дерзкое налет. тщится прямо сейчас. Размен с уверенным охотником. Так что до РД Ну топ дек не важнецки. Мурлок провидец. Ужасная карта. Многие ее до сих пор недолюбливают но ее стоит выставлять в темп. Что отдавайте рыб даже не будем выставлять в темп. Прямо сейчас. Ощемельный ход. Ой-ой-ой-ой. А был был ли смысл 2-3 был. 2-3 это потенциально ты не забираешь пушкой 2-3 А там может быть пробав и твой оппонент вынужден трейдить что-то отдавать а так он просто ударит за головой и поставит берсерк. Не согласен с этим ходом но есть как есть. Подставляется разъяренный берсерк крюк разминивает рекрута и дерзкая налетчица не упускает возможности ударить в лицо. Серебряный клюнок и минус берс. Ну вот ветпушки закончились у пердот воина остается бутунага корсар 25 единиц здоровья уэрти игрока Таиланда даже я думаю что ну хотя дерзко налетчица бьем в лицо играем нагу я думаю зарядка рука также тратим на следующий ход у нас есть еще одна нагрешка по-моему все красиво тут вопрос единственное биться лекрюком но мне кажется не стоит терять возможность 3 демеджа внести прямо сейчас не стоит затягивать против паладина нага на стол и бьемся или нет вот в чем вопрос сборная Таиланда решает что это будет я бы бил посмотрим что решит мак бьет значит любит бей то есть по сути это пират воин это одна из самых добрых колод и любвеобильных в игре отзывчивых отзывчивых несет добро от милаха горош всем остальным персонажам в этой замечательной игре но маги как-то решил приберечь немного добра и не атаковал сейчас крюком да бережет добро с молоду ну получается три демеджа ты можешь забрать того же не знаю полководца если тот вдруг будет сыгран есть тоже в этом резон так удар клинком в нагу объединяющий клинок очень слабые слабые решения на сегодня куда и нет опа вот оно вот оно это же он но единственный момент что нам нужно трейдить паладинчика как мы это делаем можно лицом лицом паладинчика трейдить ну а какие варианты лучше лицом чем налетчице урон и там и там 4 единицы только налетчице под того же воина синие жабрах подставляешь под освещение какое-то теоретическое даже вот так все таки кстати такой ход мне тоже больше нравится и теперь играем все-таки первопомощник инзота плюс нагу а зеленямся через ход потому что смысла нет играть зеленямся для трейда рекрута и так стол сильнее да да так у тебя будет пушка 3 4 не своевременный топ дек а слишком много оружия приходит оружийный барон это мурлок скорее всего но мурлок трейдит первый помощник инзот мурлок плюс печать королей в рывок мы сразу же отправляемся и возможно даже будем забирать если мы меняем дерзкую налетчицу у нас остается одна единица здоровья я думаю что дерзкую налетчицу мы его меняем через мегазавра яд или атаку яд находится хорош рискует RDU понимает прекрасно что уже и так очень плохо он очень сильно позади находится что летал найдем 13 да ну что ж неплохо сыграли это Таиланда RDU не завозит для своей страны так ну и теперь самое интересное сборную Румынии устраивает 3-1 нормально можно даже не выиграть серию сейчас Таиланду но вот эту вот партию забрать если счет сравняется 2-2 то это будет формально означать победу Таиланда поскольку именно они тогда занимают третью строчку у RDU не пошло будем надеяться что пойдет уже на ближайшим векенде ведь представитель G2 посетит Украину и будет одним из участников лан-финалов СЛ и лига Star Series Season 3 вот по поводу должен он должен тащить за Румынию на Шамане против разбойника Патаяо Разбойник Патаяо ему ну вот не очень я верю в агрессивного Шамана от сборной Румынии вопрос что это за Шаман я как раз думаю что все таки это Эвольф Эвольф ну мне так кажется да и Эвольф с разбойником может тягаться вполне ну хотя да в комбинации с жрецом наверное наверное так и есть и так вот он Муди на ваших экранах единственный из участников сборной Румынии который не находится сейчас дома у Эрди Юна играет в своей обстановочке но на связи с тиммейтами и готов готов давать бой и Шаман против Роги вот просто игра ценой в продолжении участия своей национальной сборной на глобальных играх ну будем откровенны плохо выходил у Румынии и Рани то есть я бы больше вот сейчас в рамках справедливости а не в рамках каких-то предикшенов справедливость ставил больше Бен Хардстоун можно смех Бен Брода подставить он более это делает это тоже неплохо у меня такое ну как бы просто ты стесняешься еще Александр а вот давай еще раз сейчас это сломался сломался Александр ну ну смотри да действительно это агрессивный шаман от муди и представитель таланда будет отвечать ему на квест разбойники хиппи рассказывает о том что две недели играл на квест паладине учился готовит просто опять спойлеры подъехали своих зрителей можно ли взять сейчас пиротваром легенду еще спрашивают у нас в чате уже нет мы запрещаем слушай рука здоровская муди вообще изи может затащить остается лишь легендарная задача сбрасываем мимикрию получаем мимикрию обратно все по классике ну и будем открываться я думаю с огневичка сборная Таиланда боится получить агрессию потому что они понимают что это агрессивный шаман потому как в пуле был жрец больше вероятности именно в пользу агрессии в ответ тотем полиамурла беков будем выставлять легчайше но почему нет твой оппонент на следующий ход скорее всего зная что ты агрессор разыграет способность героя ну при этом что может забрать тотем удар в спину далеко не все разбойники играют бэк бэкстеп ну и было бы здорово если бы убрали мышку еще спасибо не знаю как они нас слышат но все равно спасибо муди не знаю все таки мне кажется что стоило нас это виктором на вашем они остались замечаем заходят в руку тут само собой на второй ход мы получаем так ну теперь нужно играть корсара корсар точно это темпы амурлаков даст теперь с монеты должен выходить корсар глазастик меняется с огневичком из монетки разыгрываем тотем поле у мурлаков окей такой ход от муди получается служил неким байтом до взять клинки и батарея сразу ложись пытается уворачивать он просто от корсара но тяжело заряд пушки все-таки пропадает начинается проспам поля мурлаков просто больше и больше и больше у нас шаг сквозь тень настало время играть подземные пещеры да я думаю мы играем просто через три единички наши единички я ну смотри квест нужно играть до квест само собой и ну тогда две единички получился квест тоже квест пламенный и как невичок нужно еще на возвращение найти и будет все неплохо можно конечно сыграть через заморозку поля мурлака дабы не нарваться на тотем языка пламени ну и тут добор заезжает для румынии но играть его мы конечно же не будем будем играть через тотем который дает хорошие трейды пятки убьем мы по лицу пламени ли все тут неплохо остается лишь жажду крови найти его румынии все будет так тотем языка пламени пошли размены еще троечку и своем в лицо ну а пламенного тоже сыграем конечно же да плюс еще в конце года сработает способность тотем а вот он полем урлак ну и как-то да ладно что-то нужно находить лишь пока один лишь пламенный элем был разыгран два огневичка но первый огневичок выходил на старте и он не был защитным до легендарную задачу то есть нам нужно найти еще одну способность вернуть в руку существо но пока разбойник будет искать такие возможности может быть уже поздно инженеры новичок это тоже весьма слабое решение но другого ухода я просто не вижу сейчас это при молодой милливар способность героя ну в общем не знаю как как тут быть будем мы морозить а что морозить корсара на кей чтобы лишь 20 что было боеспособным серьезный рон и даже возвращаем прямо сейчас дабы использовать полностью всю ману окей таким образом мы очень сильно надеемся на подготовку например то на следующих лапа готовка нужно или даем понять оппоненту что у нас она есть здесь великолепно сыграет портал водоворот ну и конечно же еще объем очку прожбим ну будем ли прожимать обилку даже не будет играть портал чтобы поставить потом придет тембр льва манышка забирать карты скорее найти хочется жажду крови пока ее нет ну тоже решение интересное почему бы и нет ну просто так про спам был бы у 7 существ а так 6 плюс сохранил портал который в тюрьме может еще когда пригодится так можно сыграть голодного краба дает мы пока живем наверняка понимает сейчас сборная таиланда что не там жажда крови начали не было смысла никого так играть ну да и попытки по попытки найти у нас оба хмельвар возвращает в руку и лима голодный краб съедает полем улока и размер с вражеским элементарем на следующем ходу нужно будет играть уже средоточие кристалла но только стала у тебя нет под это все и и это беда для таиланда и судя по всему если верить математике арифметики еще победы муди румыния запрыгнет на подножку уходящего поезда который увезет их во второй групповой это просто момент когда поезд уезжает и чух чух и тут такая румы румыны бегут и талант такой давай брат хватайся за руку давай давай закидываешь в общем хватает за руку да спасай меня и они такие в результате чивадан закинул закинул да все сам ладно дальше сам и спрыгивают с поезда кувырем и роботы что что было то ребята почему так так а вот и жажда крови подъехала ну как бы ясно понятно и машут ручка еще знаешь поминай лихо брат ты был мне дорог здесь они запрыгивают и при этом сбрасывают сборной таиланда нет они сами спрыгивают дайланд такой да ладно ну классно чё квест выполним а толку 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 ноль сейчас единственное что спасало это исчезновение исчезновение но но так не в игре приносит два шага сквозь тень утома исчезновение но он сыграть уже его не получится у и на этом все друзья муди будет завершает победу решает эту партию улыбкой скачиво на лице румынского игрока но поздравляем его поздравляем всю команду будет интересно посмотреть как они будут играть уже во втором групповом этапе но таиланд немножко даже жаль поскольку ну неплохо они выглядели но сегодня как-то не пошло все было в их руках они проиграли очную встречу причем достаточно даже было не просто выиграть достаточно было забрать две партии из трех и это гарантировало проход сборной тиланда далее но сегодня оказались сильнее именно эрдию и компания ну друзья что же победил сильнейший по результатам и все-таки румыния возвращается за что им честь и хвала несмотря ни на что несмотря на ужасное отвратительное выступление на старте то что многие на их ставили ставили многие в них верили но они этих надежд не оправдали и но запрыгивают все-таки то собрались и все-таки в конце сыграли очень здорово о боже мой ну и вот она друзья турнирная таблица мы смотрим и как раз у меня не действительно оказывается на третьей позиции уху ликуют все фанаты плачут фанаты таиланда фанаты сборной великобритании как бы и вообще рыдают на протяжении всего турнира не смотрят по моему душе не смотрят просто поняли выкидывали телевизоры мониторы решили что ну и ну его и что мы пойдем друзья передохнуть немножко у нас впереди еще две серии best of five следующая пара которую мы посмотрим это будет греция против гонконга ну и напоследок украина беларусь остаемся с нами